Здравствуйте! Меня зовут Избасханов Жоломбек Чистовбаевич, я старший преподаватель кафедры политология. Тема сегодняшней нашей лекции – девиация, преступность и социальный контроль. Ознакомьтесь с планом лекции. 1. Характеристика понятия «девиантное поведение». 2. Теории девиации. 3. Виды девиантного поведения. 4. Социальные санкции. Отклоняющиеся или по-другому девиантное поведение – это поступки, противоречащие писанным или неписанным законам, принятым в обществе. Слово «девиация» дословно переводится в позднее латинского как «отклонение». Отклоняющиеся поведения – это девиантное поведение и деликвентное поведение. Девиантное в узком смысле – это отклонение, не влекущее уголовное наказание. Деликвентное поведение – это преступление, влекущее за собой уголовную ответственность. 4. Формы социальных отклонений. По масштабам отклонений бывают первичные отклонения и вторичные отклонения. На примере я попробую объяснить. Первичное отклонение – студент опоздал на занятия. Это, конечно, отклонение. Но это единичный случай, и за этим не последуют санкции. Но если студент будет часто опаздывать, пропускать занятия, конечно же, санкции наступают, он может быть отчислен. Это будет уже вторичное отклонение. По субъектам поведения делится на индивидуальные и групповые. По сущности отклонений – психические и культурно-нравственные. И по соответствию нормам культуры, культурно-одобряемые, позитивные, то есть это гениальность, героизм, лидерство, рекордсмены – это культурно-одобряемые, позитивные отклонения. И культурно-осуждаемые – это, конечно, негативная, это наркомания, убийство, кража, клевета, жестокость и так далее. Необходимые качества и способы поведения, которые могут привести к социально одобряемым отклонениям. Первое – это сверхинтеллектуальность. Конечно, сверхинтеллектуальность менее необходима для актера, политика или спортсмена. Гениальность, особые склонности позволяют проявлять уникальные качества на очень узких специфических участках деятельности. Сферхмотивация. Блогие социологи считают, что интенсивная мотивация часто служит компенсацией за лишения или переживания, перенесенные в детстве или юности. Нравственные качества. Конечно, честность, трудолюбие, вежливость, надежность и так далее, конечно же, будут приводить к культурно одобряемым отклонениям. И последний – счастливый случай. Кем бы были многие политические деятели, если бы не социальные потрясения, неожиданные повороты судьбы, вознесшие их над обществом? Остановимся теперь на теориях девиации. Конкретно на биологической теории, психологической теории и социологической теории. Начнем с биологического объяснения. Чезаре Ламбразо в Туринской тюрьме он произвел эксперименты, исследовал многих преступников и пришел к выводу, что биологическая предрасположенность человека преступлением отражается в его облике. То есть преступником человек может уже родиться, если его облик будет соответствовать описанию Чезаре Ламбразо. Этот тип отличается такими атавистическими чертами, как скошенный лоб, выступающая нижняя челюсть, удлиненные мочки ушей, затем чрезмерная волосистость головы, крупные клыки, редкая борода, приплюснутый нос и пониженная чувствительность. По мнению Ламбразо, все это приводит человека именно к преступности. В своей книге «Человек преступный» Чезаре Ламбразо преступников разделил на четыре типа. Первое. Прирожденный преступник. Совершает преступление осознанно, действует продуманно, раскаяние, угрызнение совести отсутствует, циничен, тщеславен, склонен к предательству и оргиям, и азартным играм. Второй тип – это душевно больной преступник. Нарушает закон бессознательно, в силу психического заболевания. Третий – преступник по страсти. Имеет неуравновешенный характер и нарушает закон в состоянии аффекта. Четвертый – случайный преступник. Нарушает закон в силу стечения обстоятельств, действует необдуманно и ситуативно. Криминальные типы по Шелдеру, которые относятся тоже к биологическим теориям. Если Чезаре Ламбразо пытался доказать предрасположенность преступника именно по облику, то Шелдон хотел доказать, что именно строение тела влияет на криминальные типы. То есть по аналогии с собаками. Вы видите, борзые длинные ноги – это чтобы быстро бегать. У таксы – короткие ноги – это чтобы охотиться в норах. Таким образом, он разделил всех людей на три криминальных типа. Первый – это «эктоморф». В переводе с греческого – «вне, снаружи». Имеет очень тонкое, хрупкое тело, чрезвычайно чувствителен, нервозен, склонен к самоанализу. Преступником может стать случайно. Второй тип – «эндоморф». Греческое «эндо». Внутри имеет умеренное, полное, округлое тело, общителен, умеет ладить с людьми, потворствуя своим желаниям. Преступником может стать случайно. И третий тип – «мезоморф». Греческое «мезо» – среднепромежуточное. Имеет сильное мускулистое тело, порог чувствительности снижен, активен, беспокоен. Этот тип наиболее склонен к преступлениям, по мнению Шелдона. Психологическое объяснение. Фрейд в своем психоанализе преступного поведения большую роль, конечно, отводил семье и условиям детства преступления. Он говорил, что нормальные условия воспитания дают баланс трех подструктур – «оно», «я» и «супер-я». А вот психические травмы, неправильное воспитание приводит именно к преобладанию «оно», которое постоянно требует немедленного удовлетворения многих желаний. Поэтому человек может стать девиантом. Социологическое объяснение. Родоначальником социологического объяснения именно девиантности является Эмиль Дюргейм, создавший теорию аномии. Аномия по Дюргейму – это безнормность. То есть, когда старые нормы себя скомпрометировали, отринуты, а новые нормы, законы еще не работают и многим еще неизвестны. Мертон развивал теорию аномии Эмиля Дюргейма. Он считал причиной девиантного поведения разрыв между ценностями и средствами их достижения. То есть, в результате этого разрыва нарушается равновесие между жизненными целями людей, такими как успех, богатство и так далее, и допустимыми средствами их достижения. Поэтому он создал пять видов девиантов, которые вы видите в этой таблице. Итак, первый тип поведения – конформисты. Конформисты. Они принимают как культурные цели, так и средства достижения. Они лояльные члены общества. Вот пример финансовый успех, достигнутый именно законными средствами. Второе – инновация. Инноваторы. Они пытаются достичь культурных целей незаконным криминальным путем. То есть, наоборот, финансовый успех, получаемый незаконными средствами. Ритуализм. Принятие средств, которые абсолютизируются, а цели, к которым нужно стремиться с помощью этих средств, игнорируются. Это типичный портрет бюрократа. Четвертое – ретритизм. Ретриты – они отходят от культурных целей и средств. То есть, у них нет ни целей, ни средств достижения этих целей. Это в основном монахи-отшельники, бродяги, алкоголики, пропойцы и так далее. И пятое – бунтари. Они отступают от существующих норм и средств и пытаются создать новую систему ценностей и новые средства ее достижения. В основном к бутарям относятся реформаторы и революционеры. Стоит сказать, что, хотя и написано 5 видов девиантов по Мертону, первые – конформисты, к числу девиантов не относятся. Теория стигматизации Беккера. Стигматизация или наклеивание ярлыков. Стигма в переводе с греческого означает клеймо, которое делали для рабов и преступников. Он считал, что девиация обусловлена способностью наиболее влиятельных групп общества навязывать остальным социальным группам определенные стандарты поведения. Стигматизация является составной частью блогих стереотипов, которые вы можете прочитать на экране. Виды девиантного поведения. Преступность, психические отклонения, алкоголизм, самоубийство и преступность без жертв. Преступность без жертв по-другому называется аддикция, то есть погубная склонность к чему-либо. К преступности без жертв относятся проституция, наркомания и азартные игры. Социальные санкции. Реакция со стороны остальных на поведение человека. Бывают формальные позитивные санкции. Это награды, грамоты, денежные премии, ученые степени, сооружение памятников и так далее. Бывают неформальные позитивные санкции. То есть это похвала, комплименты, аплодисменты, лестные отзывы, улыбка. Формальные негативные санкции. Арест, увольнение, штраф, депримирование, конфискация имущества, понижение должности и разжалование. И многое другое. Неформальные негативные санкции – это порицание, замечание, насмешка, издевка, злая шутка, нелестная кличка, пренебрежение, отказ подать руку. Итак, на этом я лекцию заканчиваю. В заключение мне хочется, чтобы каждый из вас постарался не допускать девиации в своем поведении и тем самым изменить мир в лучшую сторону. Закончить лекцию я бы хотел словами Евгения Евтушенко. Пусть вам не дано изменить все немедленно, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.